Привет, я Женя, а это анимированный робот Аль Кизуна, которая завела свой собственный блог на YouTube и теперь играет в виртуальные игры и даже стримит геймплеи. Японская анимешка за три месяца собрала уже 200 тысяч подписчиков. Если так пойдет и дальше, то нас, живых блогеров, вполне смогут вытеснить такие вот говорящие мультяшки. Во всяком случае, так считают японцы, которые без ума от большеглазых нарисованных красоток. И это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной, пока еще человеком, а не роботом, и узнаете. Зачем кошкам трекер от HTC Vive? Как избавиться от виртуальной морской болезни? Какой отечественный фильм впервые порадовал трейлером в формате 360? И что показали миру разработчики из Южной Кореи? Раз уж мы начали наш выпуск с роботов, давайте продолжим тему. Тем более, есть повод. В Южной Корее создали самого большого в мире боевого робота. Он сделан по образу и подобию робота из фильма «Аватар». Хэнкок Мирая удивила мир вот таким гигантом. Называется он «Метод 2» и очень похож на железного героя из «Аватара», и габариты тоже имеет внушительные. Его рост 4 метра, вес полтонны. Управлять махиной довольно просто. Робот в точности повторяет движение оператора внутри нагрудной кабины. Новинку уже опробовал глава компании Amazon Джефф Безос. Но далеко на нем не ушел, так как робот пока привязан тросами и не имеет автономного питания. Когда недочеты будут устранены и он появится на рынке, цена составит всего-то 8 миллионов долларов. Робот по образу и подобию машины из «Аватара» уже есть, а вот «Аватара» в виртуальных социальных сетях хоть чуточку похожего на хозяина нет. Японцы решили исправить положение и придумать VR-сеть, в которой виртуальный двойник — копия реального. Называется виртуальная социальная сеть Embarry.me. Приложение сделал японец Исэ Юшида. Работает программа так. Загружаешь свое фото, и приложение само создает твою виртуальную копию. Нет, по желанию, конечно, можно выбрать совершенно другую внешность и даже пол, но уж лучше быть самим собой. Тем более теперь все так просто. Помимо виртуальной копии из себя любимого, Embarry.me предлагает разные игры и даже дискотеку. Ну и романтические знакомства, куда же без них. Embarry.me появится в раннем доступе на портале Steam 25 марта и будет совместим с HTC Vive и Oculus Rift. Если познакомитесь с кем-нибудь в этой виртуальной сети, то советую сходить с избранницей в кино. На первый российский фильм, который представил трейлер в формате 360. Кстати, сам трейлер можно посмотреть дома, в виртуальных очках, в неуютной атмосфере. Виртуальная промо совместно с компанией Samsung сделали создатели фильма «Время первых». Это космическая драма от режиссера Дмитрия Киселева, посвященная выходу советского астронавта Алексея Леонова в открытый космос. Главные роли в кино исполняют Евгений Миронов и Константин Хабенский. Трейлер к фильму сделали по последнему слову техники в формате 360. Так что, надев очки, вы окажетесь на месте Алексея Леонова, который отправился в космос. Для съемки этого ролика, кстати, использовали настоящую модель «Восхода-2». Сама премьера фильма в формате 3D запланирована на 6 апреля 2017 года. Космос — это, конечно, хорошо, но вот от некоторых космических виртуальных симуляторов может сильно укачать. К счастью, ученые придумали, как избавиться от неприятных ощущений. Они сделали для этого специальный браслет. Называется новинка Relief Bank. Работает устройство так. Браслет надевается на руку, предварительно смазанную гелем, проводящим ток. Включаясь, браслет издает импульсы, которые через серединный нерв достигают центра в мозге, который отвечает за тошноту и блокирует его работу. Изначально гаджет был создан для борьбы с морской болезнью во время круизов. Затем разработчики поняли, что Relief Bank будет полезен и в сфере VR. Кстати, производители таблеток от укачивания тоже использовали виртуальную реальность для продвижения продукта. И даже сняли ролик о чудодейственном препарате. Так что выбирайте, что вам нравится больше — браслет или таблетки. Тем более Relief Bank скоро появится в продаже и будет стоить 95 долларов. Проблемы с укачиванием вроде решили, но осталась еще одна очень важная проблемка — пушистая, любопытная и вечно путающаяся под ногами. Речь идет о котах и кошках, которые очень любят докучать хозяевам, пока те играют в виртуальные игры. Разработчики игры Unseen Diplomacy студия Triangle Pixels придумали, как не наступить на кота во время игры. Так сотрудница студии Кэти сделала специальный жилет с трекером от HTC Vive, который можно надеть на кошку, собачку, морскую свинку, мужа и любую живность. Таким образом, животное начинает отслеживаться в игровой зоне, и его уже точно случайно не пнешь ногой. Стоить аксессуар будет точно не меньше 100 долларов, так как это только цена трекера. Как только подготовится питомца к вашему погружению в виртуальную реальность, не забудьте скачать новый хоррор. Он, кстати, понравился бы аквариумным рыбкам, так как посвящен морским глубинам. Студия Honor Code выпускает подводный VR-ужастик Narcodes, в котором игрок окажется на дне Тихого океана и столкнется с одной из самых страшных фобий человечества — клаустрофобии. Игрок заключен в огромный скафандр весом в полтонны. Такой ходячий гроб мешает передвигаться к тому же на исходе кислород, поэтому придется пораскинуть мозгами и придумать, как выбраться из смертельной ловушки. Хоррор Narcodes уже получил положительные отзывы от критиков за отличную графику, необычную локацию и хорошую физику геймплея, отраженную в виртуальных технологиях. Игра выйдет 28 марта для HTC Vive, Oculus Rift и Osweir. Ну а наша последняя новость из серии «Очумелые ручки» и посвящена 3D-печати. Ирландцы начали печатать сыр, а шведы придумали, как сделать его гигантским. Смотрите, что для этого нужно. Куча деталей, проводов, материалы для принтера и, желательно, диплом физика, прямо как у изобретателя Тьорнбернда Людвигсона, который придумал, как сделать 3D-принтер из комнаты. Его устройство называется Hang Printer и не имеет корпуса, так как корпусом становятся стены помещения, где размещена штуковина. Поэтому размер напечатанного объекта не ограничен. Надо просто несколько часов повозиться с правильной установкой, а потом печатать на ней хоть огромные вазы или гигантский сыр. Пока подвесной 3D-принтер не продается, но если все-таки поступит в продажу, то будет стоить где-то 250 долларов. Это были все новости на сегодня. Если вам понравился выпуск, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а еще пишите в комментариях, о каких новинках VR-индустрии, робототехники и 3D хотели бы узнать подробнее. Всем хорошего настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok